Здравствуйте! В эфире новости. С вами я, Ленуза Барсиитова. О самых важных событиях прямо сейчас. Всероссийская благотворительная акция «Новогоднее чудо» проходит по всей стране. Крым также присоединился к благому делу. В республике стартовала социальная акция «Снежинка счастья и добра для детей с ограниченными возможностями здоровья». Волонтеры и активисты исполнили желания ребят и поддержали людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. О том, какие подарки были подготовлены, расскажет Айде Абкеримова. Новый год – время чудес и волшебства, подарков и теплых поздравлений. Для детей это особенный праздник и важно, чтобы каждый дождался Деда Мороза, который исполнит его желания. Симферополь радостно приветствует команду волонтеров. Мимо Дедушки Мороза никто не проходит просто так. Первой нам двери открывает Людмила Савченко. Для ее сына это первый подарок в этом году. Хочу выразить свою благодарность общественному народному фронту Крыма и Симферопольскому аэропорту за предоставленные подарки мне и моему ребенку в этом году. Цель новогодней акции – порадовать детей, которые не смогли посетить праздничные мероприятия по состоянию здоровья. Сейчас мы с Дедушкой Морозом отправляемся дальше творить добро, ведь нет ничего приятнее иметь такую возможность дарить новогоднее настроение детям. Ирина Исаева уже на протяжении 17 лет обращается в фонд «Жизнь в твоих руках» за помощью и каждый раз волонтеры с радостью откликаются. Открыв письма Деду Морозу, было пожелание от моего старшего сына, в 17 лет которому на тот момент было, что хочет поехать в Массандровский дворец, который находится в Ялте. На нашу просьбу откликнулись. Лучшая награда для благотворителей – счастливые глаза детей. И хочу поблагодарить Общероссийский народный фронт, который предоставил нам 50 подарков для детей с особенностями развития, Симферопольский аэропорт, который предоставил шоколадные наборы, которые мы с Дедушкой Морозом сегодня развозим. Только в Симферополе подарки получили около 300 детей. Акция продлится до конца новогодних каникул. Айдеп Кримова, Дмитрий Низовой, телеканал Милет. 73 пациента выздоровели за сутки в республике, новых случаев заражения ковидом – 74. За весь период коронавирус подтвердили у более 127 тысяч человек. Количество выздоровевших свыше 118 тысяч. За сутки скончались 20 человек, за весь период – 4473. В Крыму действует масочный режим, продолжается иммунизация населения. Новогодние каникулы – самое время отправиться на поиски приключений и снега в горы. Одно из излюбленных мест крымчана и гостей полуострова – Айпетри. Не остается без внимания и водопады. К слову, из-за обильных осадков и теплой погоды Учан-Су начал заново жить. Тему продолжит Айдеп Керимова. К водопаду Учан-Су не пройти. Туристы спешат сделать памятные фото и подышать свежим горным воздухом. Арина Козлова приехала с семьей на отдых из Москвы. Ялта – их любимый город. В августе обычно приезжаем, его не видно, видимо, высыхает, пересыхает. А зимой вот сейчас как раз ехали и видно. Очень любим Крым и, наверное, вернемся еще много-много раз сюда. Снег растаял. Водопад вновь вдохновляет всех своей энергетикой. За моей спиной находится самый высокий водопад Крыма. Уверена, вы его узнали. Название этой достопримечательности переводится с крымско-татарского, как летящая вода. Высота его почти 100 метров. Чтобы воочию увидеть эту красоту, туристы съезжаются со всей страны. На Новый год их очень много. Приехали, едут с России, за границей, с Украины, с Белоруссии. К сожалению, водопад сезонный. Он работает весной, работает зимой, когда есть снег на Ипетре. И во время таяния снега. Держа путь в сторону Ипетре, мы надеялись окунуться в настоящую сказку. Однако, любителей зимних забав мы не встретили. Непривычно выглядят и пустые смотровые площадки. Туристов как будто никогда и не было. Ездили сюда на Ипетре, и это было осенью, воды не было. А сейчас ехали и по дороге увидели, что прям бежит вода. Водопад шикарный. Вообще Крым шикарный. Снег в Крыму подарок редкий. Впереди еще почти два месяца зимы. А значит, у крымчан и гостей полуострова есть еще возможность отправиться за снежным экстримом. Айдеп Керимова, Азиз Неметулаев, телеканал Милет, Ялта. В Крымско-Татарском государственном академическом музыкально-драматическом театре завершилась новогодняя программа. Финальным аккордом в яркой палитре детских спектаклей стала сказка «Снежная королева». Волшебное путешествие отправилась и Айше Шулакова. Серый, голубой, синий, серебристый. Только холодные оттенки. Такова основная гамма для грима «Снежной королевы». Она красива, но красота ее бездушна. Кожа бледна, а взгляд неживой и ледяной. В образе главной героини сказки актриса Крымско-Татарского театра Лемара Джелилова. Дети думают, что это холодная, злая женщина, которая всех замораживает. Но в душе она все равно очень добрая, которая хочет любви, которая хочет тепла и не хочет быть одной и одинокой. Мне кажется, эта сказка вроде и детская, но с глубоким таким смыслом. Остаются считанные минуты до начала спектакля. Актеры завершают перевоплощение в персонажей знаменитой сказки датского писателя Ганса Христиана Андерсена. Затаив дыхание, дети наблюдают за героями любимой сказки. Новогодние чудеса на одной сцене. Буря эмоций, сотни детских улыбок. Мультимедийный эффект постоянно переносит детей в разные места. То в дом Герды и Кая, то на городскую площадь, то в логово разбойников, то в Лапландию с северным сиянием. А музыка еще больше усиливает акценты действа. Мне очень нравится этот спектакль. Я рада, что я здесь нахожусь. Актеры очень хорошо играют. Сюжет развивается стремительно и увлекает не только юных зрителей, но и их родителей. Спектакль длится всего лишь час без антракта, смотрится на одном дыхании. Нам все нравится. Актеры вообще большие молодцы, играют отлично. Даже вот ребенку два с половиной года смотрят обворожительно. Все великолепно. А тебе понравилось? Скажи, круто. Вот так. На протяжении сказки Герда с храбрым и горячим сердцем становится еще сильнее. Пройдя через все испытания, она добралась до Ледяного замка. Ее любовь растопила царство Снежной королевы. Она доказала, что только доброта и терпение могут разрушить злые чары. Дети очень хорошо реагируют на сказку. Они даже бывают, что подсказывают, что делать мне дальше. Куда, например, Снежная королева унесла Кая, или же куда разбойник ушел. Они вот всегда реагируют. Или когда я хожу ищу Кая, они мне говорят, он туда ушел, он туда ушел. Это так, честно говоря, очень приятно. На этих новогодних каникулах артисты театра радовали маленьких зрителей спектаклями «Орман да Вассе» «Лесной переполох на крымско-татарском языке» и мировыми сказками «Красайца и чудовище», «Снежная королева» и «Клочки по закоулочкам». После локдауна за темы капитального ремонта в храме Мельпомены настоящий аншлаг. Обрадовались, что вот к нам пошел наш маленький зритель. Наконец-то зал наш наполнился детским смехом, детской радостью. Мы были очень воодушевлены и большое за это спасибо нашему маленькому зрителю. Спектакль «Снежная королева» – завершающая постановка в новогодней программе театра. Впереди зрители ожидают много премьер на крымско-татарском и русском языках. Следите за новинками искусства на сайте театра. А еще Шулакова, Максим Голубев, телеканал «Милет». На этом все. Берегите себя и близких. Оставайтесь с телеканалом «Милет».